Всем добрый день! Такое для нас тоже немножко неожиданное выступление, поэтому я вместе с вами, наверное, буду читать эту презентацию, потому что я ее не видел. Но попробуем раскрыть тему применения блокчейна, той технологии, которая, наверное, сейчас очень многим интересна. Пару слов о себе. Меня зовут Владимир Курочкин. Я являюсь президентом компании Destiny Games и проекта The Abyss. Вчера мы закрыли наш токен сейл, собрали, если в эфире считать, то там одну цифру в долларах она скачет, но больше 15 миллионов долларов меньше, чем за месяц. Это позволяет нам сделать тот продукт, о котором мы мечтаем, тот продукт, который мы бы сами хотели применять в своей поседневной деятельности. Я начал свой путь в геймдеве с проекта Ultima Online. Может быть, кто-то о таком знает. Это одна из наших любимых игр. И там была интересная концепция экономики, которая, наверное, сейчас очень сложно реализуема в новых проектах, но которую можно как-то перенести на блокчейн. Поэтому мы сами являемся игроками, фанатами видеоигр. В том числе 10 лет мы являемся разработчиком видеоигр и паблишером. Собственно, не знаю, насколько вам известна эта тема. Собственно, вот написано, что такое блокчейн. Блокчейн – это не только биткоин, это некая новая технология, которая, как я считаю, может действительно изменить привычное понимание экономики. Если по-простому, то это некий децентрализованный реестр распределения информации. Иными словами, сейчас вся наша экономика строится на посредниках. Когда мы отправляем, например, почтовое сообщение, то некий посредник его доставляет до адресата. Когда мы платим видеоигру, то некий посредник доставляет этот платеж до разработчика. Блокчейн иначе смотрит на эту проблему, когда доставка данных происходит, минуя посредников сразу по всей сети. И все данные дублируются на каждом компьютере в этой сети. Ну вот, такое определение дала моя команда. И, собственно, как блокчейн можно применить в видеоиграх. Так как тема достаточно хайповая, ну если говорить откровенно, то все думают, как же блокчейн подтянуть под каждую индустрию в нашей жизни. Как децентрализовать что угодно, лишь бы можно было провести ICO. С видеоиграми немножко ситуация сложнее. Как таковой блокчейн, он не может выполнить в данный момент важные функции – это скорости транзакций. То есть, например, если вы в игре, ну предположим, мы храним децентрализованно данные о персонажах в игре или об их достижениях. И вот представим той же самой Ultima Online, вы порубили дерево, заработали дров и ждете подтверждения транзакции иногда до получаса. Ну, конечно, это не будет работать. Но при этом мы знаем централизованные сервисы в мире блокчейна. Например, биржа Binance никого не смущает, что она полностью централизована, но все понимают, какую важную функцию для криптоэкономики она выполняет. Иными словами, вот один из, кстати, да, из хороших моментов. Мы, наконец-то, можем эти ценности, которые игроки заработали, выводить из системы. То есть, если у нас будет централизованная игра или централизованная платформа, мы можем гарантировать достижение игрока или полученные им ценности путем вывода, например, токенов обратно ему на кошелек. И юридически мы понимаем, если кто-то сталкивался с паблишингом игр, то выплаты в фиатных деньгах производить игрокам, например, за достижение или за реферальную систему практически невозможно. Вот игра CryptoKitties, яркий пример. Если вы хотите сделать криптоигру, надо, во-первых, задать себе вопрос, почему вы хотите ее сделать криптоигрой, а во-вторых, нужно быть готовым к тому, что вы должны соревноваться не с другими криптоиграми, а с играми в аналоговой экономике. То есть вы должны быть как минимум не хуже того, что есть уже на рынке. То есть ответить на вопрос, а кто будет играть, собственно, в вашу игру. Но CryptoKitties – интересный пример, который, с одной стороны, показал то положение дел на рынке в тот момент, а с другой стороны, объяснил нам, что на блокчейне эфириума сделать игру, которая сможет быстро работать, практически невозможно. Если кто-то не знает, то CryptoKitties подвесили сеть эфириума в какой-то момент, и по нашей информации уже сами разработчики сети выходили на CryptoKitties, говоря, что так делать не надо. Но при этом все, я не знаю, например, когда я слышу слово CryptoKitties, единственное, что я вспоминаю, это новостной фон, как кто-то купил котенка за сотни тысяч долларов. Это текущее положение дел в криптоиндустрии. Все хайпуют. И не факт, что кто-то купил котенка за сто тысяч долларов. Ну, собственно, токены. Хотелось бы больше остановиться на вопросе того, как все-таки можно сделать некий сервис. Например, мы на платформе TheEbis собираемся создать некую экосистему, где привычные уже для пользователей продукты будут поддерживаться и будут базироваться на нашем собственном токене Эбис. Например, сейчас мы знаем, развиваются проекты по реферальным системам, по выплате вознаграждений игрокам в криптовалюте, развиваются проекты по торговле внутриигровыми вещами. И это все разрозненные, разные абсолютно проекты. А мы хотим сделать одну платформу, на которой все это будет объединено. Например, та же самая реферальная система, когда игрок приходит, приводит своего друга и получает выплату с платежа человека на платформе, она невозможна в реализации, в фиатном выражении. В токенах это возможно. Не знаю, есть ли среди вас те, кто запускал игру, например, на Фейсбуке, и, например, для инди-разработчиков это очень актуальный вопрос, но получить выплату с Фейсбука иногда может занять до полугода. Даже мы, довольно крупная компания, сталкивались с этой проблемой. В токенах выплаты можно получать уже буквально в этот же день или в следующий день после прохождения довольно несложной процедуры KYC. В своей работе мы анализировали те продукты, которые уже сделаны. Кто-то из вас скажет, что мы специально подтянули те пункты, которые могут выгодно выделить нас, но мы исходили из обратного. Мы строили концепцию платформы, которая бы решала все проблемы, которые встречаются нам, как игрокам и разработчикам, то есть со стороны игрока, какие проблемы мы видим, и со стороны разработчика. И также есть ряд криптопроектов, направленные тоже на игровую сферу. Основное отличие в том, что они решают отдельные проблемы, причем есть среди этих довольно интересные решения, есть менее интересные решения. Команды везде довольно талантливые. И одно из преимуществ нынешней криптолихорадки в том, что все делают попытки. И это, наверное, я не жил в то время или не занимался играми, но очень похоже на бум доткомов, который в итоге, конечно, привел к определенному кризису, но тем не менее дал возможность появиться новым проектам, с которыми мы живем и сейчас. В криптоэкономике очень похожая ситуация. Очень многие проекты не выживут. Это факт. Но при этом то количество попыток дает нам надежду на то, что мы получим качественно новый продукт. И, например, нам не очень нравится то, что сейчас мы становимся заложниками таких платформ, как Steam, например, или Apple Store, если вы занимаетесь мобильными играми. И, по сути, если Steam скажет, что завтра вы должны платить 70% комиссии, то вы будете платить 70% комиссии. Но при этом разработка или какие-то усовершенствования, я, например, не вспомню, когда, например, они смогли, вот, кстати, слайд похожий, помочь нам побороть фрод, например. То есть мы в работе со Steam очень от этого страдаем. Тут позиция разная. С одной стороны, банки или вы, как сервис, должны гарантировать клиенту качественный сервис и в соответствии с законодательством вернуть ему деньги за некачественно оказанную услугу, либо за услугу, которую он просто хочет вернуть. С другой стороны, криптовалюты помогают отчасти решить эту проблему. Вы можете сказать, что в централизованной системе это не очень честно, и все находится, ну, какое-то финальное решение находится в руках самой платформы. Ну, во-первых, сама сеть платежная, если рассматривать блокчейн как платежную сеть, она является децентрализованной, и все принимают правила этой игры. Во-вторых, я уверен, что в любой игре или в любом проекте должен быть тот руководитель, который создает этот мир и указывает правила. Иначе, ну, как может быть игра децентрализованной? Как может, например, игроку, который читер, гарантироваться то, что его данные никто не зааффектит, то есть никто на них не повлияет? Таким образом, если рассматривать токены как средство платежа в играх, если они поддерживаются каким-то, вашим сервисом, и если у токена есть определенная ценность, это хорошее решение, но с оговорками. То есть мы здесь не сможем рассмотреть все варианты, как, собственно, создать подобный сервис, но хочется затронуть тему ICO как такового. Если вы являетесь даже инди-разработчиком или крупным разработчиком, ICO дает вам возможность сделать качественно новый рывок в вашем бизнесе. И тут уже речь не о хайпе. Можем сказать на своем опыте. Например, самый банальный пример. Вы разрабатываете игру, и за один токен вы даете возможность поиграть в эту игру. И вы идете по механизму краудфандинга. У вас есть какое-то сообщество, им нравится ваша идея, и они действительно хотят поиграть в эту игру. Вы распределяете токены, продаете, получаете средства для финансирования вашей разработки. И каждый токен-холдер становится фактически партнером вашего проекта. После того, как он получает во владение этот токен, у вас нет большего друга, чем этот токен-холдер. Он ментально и материально желает вам успеха, потому что он понимает, если вы достигнете успеха, то стоимость его токена взлетит. Потому что если вы сделаете не просто хорошую игру, а лучшую игру, и за этот токен он сможет поиграть в лучшую игру, то другие люди, которые не успели поучаствовать в вашем токен-целе, захотят владеть этим токеном. И стоимость токена будет расти. Если вот совсем по-простому, то работает это примерно так. И дальше небольшие контрибьюторы, которые покупают небольшие объемы, просто начинают рассказывать по своим друзьям, соседям или просто в своих гильдийных чатах, сообществах, о том, что такой проект существует, и просто посмотрите. А более крупные инвесторы начинают фактически вам помогать. В нашем токен-целе участвовало 54 страны, то есть жители 54 стран. И фактически в каждой этой стране теперь есть наши партнеры, которые фактически желают нам успеха и привлекают партнеров. Мы участвовали в привлечении инвестиций от институциональных, как это называется, инвесторов в аналоговой, как ее уже теперь называют, экономике. И мы знаем, что у этого есть большие недостатки. Нам не давали свободу творчества, у нас очень сложно проходили решения у совета директоров. И да, инвестор закрывал ряд вопросов своей компетенции, но она была узкая в его регионе и только в его компетенции. А здесь вы можете получить партнеров по всему миру с совершенно разными компетенциями. В этом есть очень интересный механизм. Ну вот, собственно, об этом и слайд. Теперь расскажу о нововведении в ICO, которое предложил Виталик Бутерин в январе 2018 года. Это механизм дайка. То есть если мы рассматриваем простой механизм ICO как привлечение средств, то его, как вот под микрофон сказать, ну испортили, испортили с камеры. Иными словами, никто не верит. Ну то есть есть сейчас кризис, потому что очень многие проекты собрали деньги и сбежали. И потом никто не верит в то, что вы вообще будете делать какую-то игру. Ну потому что жизнь человека, особенно инди-разработчика, сильно меняется, когда он поднимает, например, 20 миллионов долларов. Сразу мечты о том, чтобы что-то надо разработать, проходят. А желание купить Ламборджини и уехать на Мальдивы все сильнее превалирует. Поэтому Виталик предложил такую систему. Кардинально отличается от простого ICO на двумя моментами. Первое. Токенхолдеры могут проголосовать за рефант и вернуть свои деньги. Второе. Токенхолдеры голосуют за возможность увеличения тапа. Иными словами, мы собрали сейчас 15-16 миллионов долларов. Мы можем снимать со смарт-контракта по 500 эфиров в месяц. И этого нам достаточно для того, чтобы в операционной деятельности финансировать нашу разработку. Потому что мы уже компания, которой не нужно все с нуля создавать. Дальше, если наши пользователи видят, что мы достигаем определенных успехов, и мы действительно выполняем то, что мы обещаем, то, что говорим с трибун, мы можем поставить перед ними вопрос и сказать, дайте нам больше денег, мы сделаем лучшее. И они могут проголосовать за или против, но не более 50% от того тапа, который был до этого. Если же мы собрали деньги и все, и разбежались, или там ничего не делаем, то они могут проголосовать за рефант и вернуть те деньги, оставшиеся на смарт-контракте, обратно себе. Мы честно верим, что это новый механизм честного краудфандинга. Он прозрачен и безопасен. Причем смарт-контракт позволяет видеть каждую транзакцию. Например, чем мы отличаемся от обычного ICO, который поднимает сотни миллионов долларов. Они по сути рисуют цифры у себя на сайте. Ты никак не можешь проверить. Они говорят, мы собрали на прессейле за час 10 миллионов долларов. Как проверить? По сути никак. Мы выкладываем, мы собираем только эфиры только на смарт-контракт. Каждая ссылка, она есть в блокчейне, каждую транзакцию видно. Каждый перевод токенов и выпуск токенов виден. Мы не делаем никаких скрытых бонусов. Это наша позиция. Мы бы могли собрать, наверное, в разы больше денег, но тут вопрос хайпануть сейчас в моменте или делать бизнес, который будет развиваться много лет. Смарт-контракт – это понятная, безопасная процедура по сбору средств. И токен является гарантией того оказанного сервиса, который будет сделан. Так, вперед, вперед. Ну вот об этом, собственно, я и рассказал. Еще пару слов хочется сказать в продолжении той темы о партнерах. Сегодня к нам как раз прилетели китайские партнеры, компания Kingsoft, Kingsoft Cloud. Я уверен, что такого гиганта китайского мы бы не смогли привлечь буквально за неделю в ходе токен-сейла. Они реально помогают нам сейчас в азиатском регионе развиваться. И мы за это не отдаем долю в бизнесе или еще что-то. Это та синергия, которую можно достичь, как я сейчас верю, только в ходе, во-первых, честного и прозрачного, во-вторых, крипто-такого партнерства. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете меня найти здесь. Я с радостью поделюсь своим опытом и тем сложным путем, который мы достигли. Ну и последнее. Если все-таки решите идти по пути ICO и криптопроекта, готовьтесь к тому, что вас бросит жена, и вы не сможете спать. Потому что одна неделя в криптомире равна паре месяцев в обычной аналоговой экономике. Это, честно, не хайпую. Если есть сейчас какие-то вопросы, готов ответить. Работает у меня? Да, работает микрофон. Секундочку, здесь просто уже… Привет. Я примерно знакома с вашей концепцией. Мне интересно, а в чем ваше партнерство заключается с Кингсофтом? Что им было интересно? Кингсофту интересен выход на российский рынок. И вот, на самом деле, сзади вас как раз сидят представители компании. Если вам интересно с ними познакомиться, то можете общаться. Они предоставляют нам технологические… Ну, есть, короче, проблема в Азии и в Китае, в принципе, с развитием бизнеса в этом регионе. Там сложно самим выходить, начиная от предоставления серверов, заканчивая, в принципе, с какими-то контактами и партнерством. Им интересно попасть сюда, у нас есть действующий бизнес в России, и развивать его здесь. С чем мы им можем помочь? Нам интересно развивать бизнес там, и они нам помогают развивать его там. Сейчас достигнуты соглашения по предоставлению серверных мощностей. Собственно, в Азии они будут нам предоставлять сервера. А дальше по нарастающей, параллельно с развитием проекта, мы будем развиваться вместе. Владимир, а как выглядит вообще старт такого партнерства? Вот у вас криптосейл идет, и к вам приходят люди, стучатся куда-то и говорят, мы хотим с вами работать. Ну, практически так, да. Ну, вообще, я был в Пекине пару недель назад, где мы, собственно, и познакомились. А потом вот на таком общении, когда ты понимаешь, что человек делает, и, ну, главное, это мой призыв, будьте с открытым разумом и вообще с открытым сердцем. Потому что на российских конференциях я всегда встречаю, ну, какой-то жесткий скепсис. И, ну, ребят, проще будьте просто, и все. У нас криптосейл вопрос, ну, то есть партнерство такое. Это же и без крипто, без блокчейна так же работает. Наша компания у нас была Destiny China, она была закрыта. Мы, китайский рынок, не рассматривали, как операционный бизнес для российской компании, а для The Abyss мы рассматриваем весь мир и выход на весь мир. Владимир, здравствуйте. У меня вопрос по поводу легкости входа обычного человека, вот, в подобного рода проекты. Потому что, ну, я, Юрис, занимался тоже рядом проектов в криптомире, и вот эти процедуры KYC, обмен фиатных денег на крипту, очень многих пугает, с учетом, ну, большого количества искама и большого количества сложностей именно банком, да, который устанавливается. Вот в вашем проекте Abyss, как планируется вот реализовать вот эту связку, как бы, привлечения? Вход уже пользователя на платформу или вход пользователя в Dike? Да, 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 да. Вот, вход на платформу. На платформу мы, ну, как бы, одна из ключевых наших отличий, с чем мы сильно боролись с юристами, это возможность принимать платежи как в фиате, так и в криптовалюте. Дальше, ну, есть определенная схема, которую я под камеру не буду рассказывать, но расскажу так, ну, это, ну, EML, там, платежная система, да, которая делает определенный шлюз, это то, что легально, да, просто не хочется сейчас в это углубляться. Вот, и, естественно, при выводе суммы больше определенного, то пользователю придется проходить KYC. Но одно дело пройти KYC, понятную процедуру, под которую мы написали свою админку, да, а другое дело приехать, там, в Москву или на Мальту и подписать договор, чтобы тебе перечислили, там, 10 долларов, да, ну, это разного рода проблемы. Опять же, Binance, есть вполне пример, который работает по этой схеме. Мы, вот, биллинговую составляющую, мы смотрим на Binance и хотим брать оттуда. Спасибо. Секунду, у нас там вопрос есть, минутку, я должна добежать. Здравствуйте, Владимир. Спасибо за выступление. У меня вопрос такой немножко дилетантский, вот как привлекать на, ну, внимание людей к своей валюте, те же самые маркетинговые ходы, как и раньше, я так понимаю? Хотя я выпускаю свои токены. Как и раньше, это когда? Ну, как маркетинг обычный, традиционный, или есть какие-то другие методы, там, криптовалютные биржи, или еще что-то, как вообще? Ну, естественно, в криптом мире есть свои площадки, да, этого никто не отменял, где тусуется ваша целевая аудитория. При этом сейчас там такой дикий запад, где, ну, в принципе, можно прикольно развернуться любому маркетологу и придумать что-то оригинальное. Пишешь просто красивое сочетание, типа, мэшн лернинг, AR, VR, там. Это, это, нет, вот смотрите, это кризис, про который я говорил, то, что все теперь понимают, что такое скам. И теперь просто разместить команду, придумать какой-то вайтпейпер и там написать, что это будет децентрализованная ракета на искусственном интеллекте, раньше бы прокатило, сейчас уже нет. Ну, люди как бы понимают. То есть продукт, даже, вот, мы сталкивались с нашими партнерами, даже с маленькими инвесторами, продукт копают прямо изнутри и смотрят на то, как ты отвечаешь на вопросы. Тебя изучают, твою команду изучают и проект изучают. Да, поэтому в первоочередное, если ты делаешь крутые продукты и крутые движения по разработке продукта, тебя, скорее всего, заметят. Но просто так не заметят, это стоит денег, реально. То есть сейчас конкуренция на рекламном вот этом вот рынке очень велика, трафик стоит прямо дорого. Самое неадекватное, что я слышал, не помню, ну, что-то в районе 100 тысяч долларов там за пост в Твиттере какого-то крипто-энтузиаста. Макафи за свои пиар-услуги берет 50% от токен сейла. Ну, то есть, короче… Ясно, дикий рынок. Да, да, да. Все зависит реально от команды. Ну, то есть банальный ответ, но всегда, если делаете продукт, потихоньку-потихоньку все можно выцепить. И опять же, возвращаясь к открытому, да, там, сердцу, что называется, ну, помогайте друг другу просто. Даже вы всегда можете найти партнеров. Мы в начале своего пути сталкивались, ну, с отрицанием вообще то, что там, то, что русские, крипто, игры, да, ну, много всего. И поэтому сейчас мы, например, рады просто поделиться опытом и кому-то помочь. Ну, в разумных пределах, конечно. Ну, в целом… Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»